Верховная Рада приняла закон об отказе от внеблокового статуса Украины. 303 голоса за. Ну, все, они за. Они за. Они уходят из внеблокового статуса, они хотят прильнуть к блоку. Остроумно считать, что они примкнут к нашему ДКБ. Ну, понятно. Ну, постепенно. Скажи, пожалуйста, мы можем им бесконечно долго мешать вступить в НАТО? Мы можем бесконечно долго мешать Украине вступить в НАТО? У нас есть для этого рычаги? Бесконечно долго? Ну, в обозримом будущем. Ну, скажем. Горизонт 20-30 лет. Мы можем 20-30 лет подряд мешать Украине вступить в НАТО? 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, сорвалось. 7373948. Мы можем бесконечно долго, ну, скажем, десятилетиями мешать Украине вступить в НАТО? Алло, здравствуйте. Эй, ребят, сейчас подождите. Это я поправляю трубки телефонов. Что-то у меня иногда бывает, что трубка как-то косо лежит. Сейчас. Алло, здравствуйте. Сергей, доброе утро. Да, мы можем бесконечно долго мешать Украине вступать в НАТО. Они вышли. Однозначно. Потому что у Украины нет такого правителя, который за собой может тянуть народ. Ну что, там народ тянется весь. Они все, вся рвань и дрянь тянется вся работать там где-нибудь в Чехии на клубнике и так далее. Понятно? Ну, то есть они... Там не нужен правитель. Там есть всеобщее устремление купить Мерседес. Понимаете? Всеобщее. То есть они хотят купить 40 миллионов Мерседесов. И это их национальная идеология. Никакой другой нет. Все. И все. Алло, здравствуйте. Доброшу вас. Мы должны помешать Украине. Ну как? Давайте механизм придумаем. Ну давайте просыпем этот... Просыпь не... Вообще до Приднестровья. От берега возьмем, КамАЗами засыпем. Не-не-не, подождите, подождите. Мы должны помешать Украине. Давайте по-серьезному теперь. По-серьезному. Смотрите, они вышли из внеблокового статуса. Дело в том, что они объявили внеблоковый статус в обмен на сдачу ядерного оружия. Ты знаешь об этом? Вы знаете об этом? Товарищи дорогие. Значит, я хочу вам напомнить, что Украина обязалась быть внеблоковой. И в то же время был Будапештский договор, который гарантировал ей безопасность. Который подписала Россия. Насколько я припоминаю, значит, безопасность в связи с отказом от ядерного оружия. Украинцы сдали ядерное оружие. Сдали ядерное оружие. В том числе потому, что они нелепые были абсолютно с первой минуты и понимали, что они его не могут содержать. Они его просто не могут содержать. Понятно? То есть они от него избавились не потому, что они были сильной ядерной державой и вдруг разоружились. Они были нелепые с первой минуты своей независимости. И они понимали, что содержать его не могут. И американцы, и русские об этом говорили, что немедленно отдайте, потому что у вас сейчас начнёт взрываться. Ну вы придурки как бы, ну нет технологических цепочек. Понимаешь, это важный аспект. Они сдали. Под внеблоковость тоже, внеблоковость. То есть что они никогда... Американцы потребовали гарантии, что они не будут в военном блоке вместе с Россией. Русские потребовали гарантии, что они не будут в каком-нибудь военном блоке вместе с Америкой. Американцы в НАТО не возьмут, у них же горячая точка, там по условиям же это... Тогда нам надо греть, тогда, тогда нам надо греть эту горячую точку. То есть тогда нам надо эту горячую точку держать горячей очень долго. Вот же в чём дело. Алло, здравствуйте. А? Алло, добрый утро, Сергей. Здравствуйте, здравствуйте. Вообще, кому он нужен в Азовское море? Аравийское море в нашем соплячестве мы знали, а теперь это его нет. Да. И никого не парят. Да нет, там вода должна вытекать. Слушайте, нет, у меня вопрос по Украине. Она вышла из внеблокового статуса, который она получила внеблоковый статус. Как вы помните, в результате того, что она сдала ядерное оружие, и Америка и Россия потребовали от неё внеблокового статуса, чтобы она, как говорится, была нейтральной страной. Помните это? Это было в 90-х. Значит, Будапештский договор. Значит, сейчас она вышла из внеблокового статуса. Да. Вероятно, не для того, чтобы вступить в военный союз с Россией, а вероятно, для того, чтобы вступить в военный союз с Америкой. Мы можем неограниченно долго мешать этому и как? Да вряд ли. Потому что это... Кто нас уже в расчёт-то берёт? Ну, знаете. Двойка бьёт. Двойка бьёт, ту за. Ну, опять же говорю, пока это... Сатана ещё на боевом дежурстве стоит в остатке, ещё как-то принимает расчёт. А поскольку сатана уже, наверное, исходит, наглость теряет в конец. Потеряю. Я, знаете, я хочу оспорить это, потому что правила игры, правила игры, которая называется жизнь, таковы, что двойка бьёт, ту за. Что мотоциклист подъезжает к бронированному Мерседесу и кладёт ему на крышу бомбу. Мотоциклист, 250 кубиков, несчастный, за 60 тысяч купленный японец, подъезжает к человеку, который стоит 5 миллиардов, кладёт ему сверху бомбу на крышу и взрывает. Понимаете? То есть, условно говоря, игра устроена так, что не обязательно быть сильным. Надо быть умным. Ну, видите, как-то умные, получается, теперь приезжают. Умные китайцы, умные русские. Да. Значит, историческая родина хочет к ним присосаться, а на самом деле, вы же, так сказать, это, мы точно знаем, что на нашей родине царствует мракобещие. Мракобещие. Пока что это позднее средневековье. Вот. А делаете... Всё-таки вы не оптимист. Вы не оптимист. Вы не оптимист. Ну, да, я реалист. Нет, нет, нет. Реалист. Реалист бывает оптимистом тоже. Ребят, в движении. А я-то оптимист. Мне кажется, что двойка бьёт туза, просто она должна вовремя в нужном месте бить. В нужном месте, в нужное время, в нужную точку. Вот тебе и всё. Понятно?